4 апреля в Ленинградском государственном университете имени Пушкина прошла встреча ректора университета Григория Викторовича Дваса с руководителями районных средств массовой информации. Встреча стала продолжением пресс-конференции депутатов Законодательного собрания Ленинградской области с руководителями средств массовой информации региона, участники которой обсудили здравоохранение, социальные вопросы и многое другое. Григорий Викторович рассказал об истории университета, его филиалах и образовательных программах факультетов. В ходе встречи журналисты получили ответы на важные вопросы, были подняты темы трудоустройства выпускников и обучения по целевому направлению. Григорий Викторович Двас подчеркнул, что главная задача вуза – это подготовка кадров для предприятия Ленинградской области, и университет успешно с этим справляется. На сегодняшний день в ЛГУ имени Пушкина обучается около 15 тысяч человек. 40% – это студенты из Ленинградской области. Оставшиеся 60% представляют все регионы России, а также другие страны. Университет в 1992 году был создан, и поначалу он являлся в чистом виде, он так назывался, Ленинградский областной педагогический институт. Собственно говоря, занимался он только подготовкой педагогов, и это продолжалось не так долго. Через 5 лет, в 1997 году, университет расширил свои, стал университетом, расширил перчень направлений подготовки, и помимо педагогов начал готовить других специалистов. Прошлой весной привели по всем районам, без исключения, выездные дни открыты двери нашего университета, собирали школьников, родителей, вроде бы что-то смогли рассказать, донести. Затем гости отправились на экскурсию по университету и научно-образовательному центру инновационного растениеводства «Зимний сад». Центр является научно-образовательной базой для проведения научно-исследовательской работы по отраслям науки и научным направлениям, биотехнологии, экологии, природопользования, биологии, сельское хозяйство, осуществление научных исследований по приобретенному направлению науки и жизни, по авторским оригинальным темам технологии по улучшению загрязненной почвы, подбор биопрепаратов на основе бактерий, помогающим растениям, фоторемедиантам связывать загрязнители почвы, разработка и создание фотостенок, позволяющих улучшать качество воздуха в загрязненных помещениях, разработка технологий по вытяжке ферментов редких ценных растений для медицинской и пищевой промышленности, селекционная работа, организация практик и лабораторных занятий студентов, обучающихся по направлениям и профилям, реализуемым в университете, экология и природопользование, экология, ландшафтная архитектура, декоративное растеневодство, педагогическое образование, биология и география, экология и природопользование, экологические проблемы окружающей среды, природопользование, биотехнология, геномика, молекулярная генетика и биоинформатика, биологические науки, аспирантура. Сотрудники научно-образовательного центра инновационного растеневодства «Зимний сад» познакомили журналистов с основами фоторемедиации, рассказали о роли растений в очистке воздуха и почв, о техногенных факторах и загрязнении. Основные задачи деятельности центра – это публикация результатов научных исследований в рецензируемых научных изданиях, вводящих в российские и международные реферативные базы данных, получение грантовой поддержки, выполнение государственных заданий от профильных комитетов Ленинградской области, привлечение средств, защита диссертаций, внедрение результатов научных исследований в реальный сектор производства Ленинградской области, трудоустройство выпускников на предприятия промышленности и сельского хозяйства Ленинградской области, регистрация результатов интеллектуальной деятельности научно-образовательного центра.